Им защищать государственную тайну Им защищать государственную тайну Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.Н. Штеменко отметила 90-летие со дня своего образования. Для каждого военнослужащего, причастного к сфере защиты государственной тайны, 15 ноября нечто большее, чем просто день в календаре. Именно в этот день 90 лет назад началась славная история Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.Н. Штеменко. Уникальный вуз, готовящий высокопрофессиональных специалистов Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Краснодарское высшее военное ордено в Жуковой и Октябрьской революции Краснознаменное училище имени генерала армии С.Н. Штеменко на протяжении 90 лет готовят военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, центральных органов военного управления и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Курсанты училища взяли шефство над Краснодарским комплексным центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В мире найдется немного военных вузов, выпускники которых ориентированы на обеспечение защиты информации армии и флота. Накануне 90-летнего юбилея отметил начальник училища полковник Эдуард Коржен. В училище создана и успешно функционирует система подготовки военных специалистов по направлениям информационной безопасности. Краснодарское высшее военное училище одно из старейших, свою историю ведет с 1929 года, и единственное по профилю подготовки военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, которое готовит специалистов в области защиты государственной тайны. Служба защиты государственной тайны – это подразделения, укомплектованные высокопрофессиональными специалистами, выполняющими большой комплекс мероприятий по защите государственной тайны. Деятельность выпускников училища ведется по различным направлениям функционального предназначения. Кроме этого, на офицеров службы защиты государственной тайны возложено обеспечение информационной безопасности в средствах массовой информации. Прежде всего это связано с публикацией материалов о деятельности вооруженных сил о жизни армии, флота, авиации, а также о военно-техническом сотрудничестве. ВУЗ подготовил и направил в войска и на флоты десятки тысяч офицеров, которые внесли достойный вклад в дело укрепления обороноспособности страны, обеспечение скрытности управления войсками и силами, сохранение государственной тайны. Училище гордится своими выпускниками, которые в разные годы проходили и проходят службы в высших офицерских званиях и не раз прославили училище имени С.М. Штеменко. Среди них начальник 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ю.В. Кузнецов, начальник Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России генерал-лейтенант И.Н. Чижиков, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант В.Д. Шулика и многие другие. Перспективы и достижения. Сейчас в училище функционирует многоуровневая система подготовки от курсанта до офицера. В ней объединены и комплексно работают научные и учебные кластеры, включающие в себя подготовку высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. В 2019 году при реорганизации училища был создан дополнительный факультет под магистратуру с профилирующей новой кафедры оперативно-тактической подготовки. В настоящее время училище расширяется, на этапе завершения масштабное строительство новой территории ВУЗа. С помощью современной учебно-материальной базы осуществляется оснащение высокотехнологичными перспективными системами, комплексами защиты информации для обучения специалистов всех уровней службы защиты государственной тайны. Краснодарское высшее военное училище – это еще и ведущий учебно-научный центр, выполняющий военно-научное обоснование направлений развития и строительства системы защиты информации в Вооруженных силах Российской Федерации. В образовательном процессе участвуют 15 докторов и 92 кандидата наук, 9 профессоров и 34 доцента, что позволяет занимать лидирующие позиции среди военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. В конкурсах на лучшие научные работы среди военных ВУЗов России училища регулярно занимают призовые места, рассказывает начальник научно-исследовательского центра, НИЦ, ВУЗа полковник Евгений Мирошниченко. Свои научные достижения училище ежегодно представляет на международных конкурсах, тематических выставках, салонах и форумах. Разработки училища неоднократно были удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, получено множество кубков, грамот и дипломов. По итогам Международного военно-технического форума «Армия-2018» и «Армия-2019» училище отмечено кубком «Лучший инновационный проект» и дважды дипломами за лучшую инновационную разработку в области защиты информации. В учебном заведении ведется эффективная изобретательская и рационализаторская работа, продолжает начальник НИЦ. Только за последние пять лет выполнено 177 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Выпущено 48 изобретений, 16 полезных моделей, 36 программ для ЭВМ и более 360 и рационализаторских предложений. Училище достигло высоких результатов в развитии информационно-образовательной среды. Для всех учебных дисциплин, преподаваемых в ВУЗе, разработаны электронные учебные издания, из них 119 внедрено в образовательный процесс. Как воспитывают будущих офицеров В образовательном процессе ВУЗа используется боевой опыт, приобретенный личным составом при выполнении боевых задач в Афганистане, на Северном Кавказе, а также современный опыт, полученный в Сирии. В выполнении боевых и специальных задач принимали участие преподаватели, научные работники, командиры и начальники подразделений. За боевые отличия в Сирии многие военнослужащие училища были награждены государственными и ведомственными наградами. Полученный боевой опыт использован при разработке учебно-методической базы училища. Это позволило подготовить методические рекомендации по организации защиты информации в операциях за пределами России. Значительную роль в воспитании будущих офицеров играет проводимая в стенах ВУЗа военно-политическая работа. Основные усилия в сфере патриотического воспитания личного состава сосредоточены на качественной подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, участию в информационно-пропагандистских акциях. Личный состав училища принимает активное участие в организованной Министерством обороны Российской Федерации Всероссийской информационной агитационной акции «Есть такая профессия Родину защищать». По итогам Краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы училище ежегодно занимает лидирующие позиции в Краснодарском крае и награждается благодарностью главы администрации и субъекта федерации С целью военно-патриотического воспитания будущих защитников Отечества на базе училища создан юно-армейский отряд «Выстрел», насчитывающий более 250 детей. В состав отрядов входят не только дети военнослужащих училища, но и все желающие из различных школ города Краснодара. Воспитанники отряда активно принимают участие в жизни военного училища, в военно-спортивных играх и конкурсах, проводимых администрацией края и города, показывая высокий уровень подготовки и выучки, занимая призовые места. Большое внимание в училище традиционно уделяется культурной досуговой работе. Своим усердием военнослужащие прославляют училище на мероприятиях общероссийского масштаба. Чего только стоят успехи вокально-инструментального ансамбля училища, который ежегодно становится лауреатом краевого конкурса героико-патриотической песни «Пою моё Отечество» и Всероссийского фестиваля народного творчества «Катюша». Сборная команда КВН-училища принимает активное участие в проводимых играх и фестивалях КВН международного, всероссийского, краевого, регионального уровней. Особо стоит отметить выступление команды в галоконцерте международного фестиваля команд КВН «Кивин-2017», проходящего в городе Сочи, по результатам которого она извоевала право участия в играх премьер-лиги на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН», которые транслировались на Первом канале. Бренд «Топ Секрет» стал широко известен и вышел на общероссийский уровень. При этом имя команды неразрывно ассоциируется с Краснодарским высшим военным училищем. В апреле того же года сборное училище по КВН выполняло задачу по морально-психологическому обеспечению наших войск в Сирийской Арабской Республике, которая давала концерт для российских военнослужащих, выполняющих там служебные и боевые задачи. Возможность выступить на сцене и авиабазах МИМИМ – это большая честь для всего коллектива. Будучи постоянным участником финальных игр на Кубок Министра обороны Российской Федерации, в декабре 2018 года команда КВН Краснодарского высшего военного училища «Топ Секрет» заняла второе место в финале. В нынешнем году команда вновь рвется к победе и уже скоро поборется за звание чемпионов армейского КВН в городе Москве. В рамках изучения курсантами училища географии своей страны, формирования ответственного и бережного отношения к природе в училище организовано географическое сообщество, позволившее курсантам и офицерам училища объединить теоретические знания и практическое изучение природных и исторических мест края. Среди достижений стоит выделить историко-географические походы на вершины Кавказского хребта и покорение самой высокой точки Европы и горы Эльбрус. На высоте 5 642 метра был установлен флаг с Геральдикой училища. Одно из важнейших направлений в подготовке к юбилею разработка Большого исторического труда Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии СМ. Штеменко. История создания и развития, шаг за шагом отражающего знаменательные вехи возникновения вуза, этапные моменты в его деятельности в мирное и военное время. Это будет насыщенный иллюстрациями и архивными данными исторический очерк, повествующий о роли Краснодарского высшего военного училища, поясняет один из авторов книги полковник Александр Крупенин. Такой замысел не только отражает познавательный интерес к теме, но и решает гораздо более глубокую задачу – восстановить связь времен, увлекательно рассказать о том, на какой исторической основе зиждется современная жизнь училища. Редакционная издательская группа выражает уверенность, что книга поможет укрепить высокие моральные и деловые качества будущих выпускников, сформировать у них чувство ответственности и гордости за принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации и службе защиты государственной тайны. Впервые в истории была изготовлена своя ведомственная медаль генерал-армии Штеменко, награждение которой ветеранов и военнослужащих службы проводится по решению руководства вооруженных сил. И символично, что награда за осуществление деятельности по защите государственной тайны имеет наименование, совпадающее с почетным наименованием Краснодарского высшего военного училища. Историческая и духовная значимость. 16 ноября 2018 года Святейшим Патриархом Московским и Всеруссией Кириллом Небесным Покровителем Службы Защиты Государственной Тайны Вооруженных Сил Российской Федерации определён Святой Архангел Гавриил. Училище – это неотъемлемая часть службы, и весь личный состав в полной мере осознаёт значимость духовной защиты одним из семи главных ангелов Православной Церкви. Одна из наиболее ответственных и амбициозных задач в предюбилейный период была связана с проектом создания памятника выдающемуся военному деятелю, чье имя вот уже более 40 лет носит Краснодарское высшее военное училище, генералу армии Сергею Матвеевичу Штеменко. Открытие памятника состоялось 12 июня 2019 года. На церемонии, кроме ветеранов и почётных гостей, присутствовала внучка полководца Мария Владимировна Корнеева. В целях придания исторической значимости и сохранения славных воинских традиций впервые в истории службы защиты Государственной Тайны были утверждены текст и музыка торжественной песни службы защиты Государственной Тайны Вооружённых Сил Российской Федерации. За почти вековую историю службы эта первая торжественная песня, официально утверждённая руководством Министерства обороны. И исполняя её, все курсанты и офицеры училища с гордостью говорят Родине, мы на защите Гастайны. Логическим продолжением торжественной песни службы стало создание в 2019 году торжественной песни училища. Куда бы ни направляла специалиста службы его офицерская судьба, он до своих седин помнит каждое мгновение, проведённое в Краснодарском высшем военном училище. В 90-летний юбилей училища были выпущены памятная марка и конверт, посвящённые училищу. В день службы защиты Государственной Тайны 13 ноября 2019 года в Москве состоялась церемония гашения марки. Учитывая количество тиража, по прошествии определённого количества лет она будет достойным уникальным экспонатом в коллекциях филателистов. Значимым событием в истории училища стало награждение вуза орденом, учреждённым в честь легендарного полководца Георгия Константиновича Жукова. 18 октября 2019 года в Национальном центре управления обороной лично министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу на боевом знамени училища был закреплён орден Жукова. Это событие свидетельствует о том, что былые заслуги Краснодарского высшего военного училища помнят и чтут и признают правильность нынешнего курса развития военного училища. В настоящее время училище активно реализует требования министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу о том, что выпускники должны быть готовы решать самые сложные задачи. Для этого нужно использовать самые эффективные образовательные программы. Несмотря на свой почётный возраст, училище молодеет и развивается. И ещё не одно поколение будет обучаться в стенах прославленного вуза и, несомненно, достойно проявит себя на защите нашего Отечества. Кирилл Лебедев, ОТОКВУ Субтитры создавал DimaTorzok